Здравствуйте! В эфире информационная программа «12 новостей республики» в студии Илья Ветреникова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Министерство образования и науки России. Кстати, большинство награжденных работают в районах республики, где во многих школах качество образования ничуть не уступает городским. Обращаясь к учителям, глава республики подчеркнул огромное значение их работы. Я прекрасно понимаю, что наступит время, когда я не буду главой республики Морел. Это нормальный процесс. Мы на пенсию выйдем, будем заниматься чем-то другим. Внуков, может, поспитывать, Всевышний позволит. Но хочется, чтобы власть в республике. Вообще на всех местах пришли люди, которые любили свой край, любили свою страну, патриотически к ней относились не как временщики, а как люди, которые собираются жить на этой земле и рассматривают жизнь своих детей, перспективу, конечно же, только связывают только с Россией. Это было бы очень хорошо. А как таких воспитать? Ну, наверное, только от вас зависит. Как особо отметил руководитель республики, в бюджете Морел на будущий год уже заложены средства на повышение зарплаты всем работникам образования. В Ежкороле ко дню учителя назвали имена пяти лучших педагогов столицы. Это победители первого конкурса грантов мэра города. Учителя биологии Елена Данилова из 29-й школы и Светлана Семенова из школы номер 15. Воспитатель центра Росток Анастасия Новикова, педагог дополнительного образования Эльвира Александрова и старший воспитатель детсада номер 17 Наталья Шошина. Цветы, диплом, поздравления и конверт со внушительной суммой в 25 тысяч рублей. Наталья Шошина, старший воспитатель детского сада Ивушка и еще четыре педагога Ежкоролы в этом году стали обладателями гранта мэра города. Конкурс был непростым, признаются победительницы. За грант боролись более 30 педагогов. Участие в конференциях, внеурочная и научная деятельность, многочисленные курсы повышения квалификации, а также успехи воспитанников и учеников были главными критериями для определения лучших. В муниципальной системе образования города Ежкоролы придается большое внимание профессиональному движению и самосовершенствованию педагогов. И в этой части большую роль играют конкурсы профессионального мастерства, так как мы считаем, что это один из важнейших стимулов профессионального совершенствования педагогов. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, ребятки! 12 лет Наталья проработала воспитателем в детском саду, но, смущаясь, признается, скучает по детям. Ведь теперь заходить в группы ей приходится реже. Вот уже 6 лет она старший воспитатель. Иначе методист, как эта должность называлась прежде. Работы и ответственности только прибавилось. Профессия старшего воспитателя трудоемка, потому что требует от педагога профессионального роста, работы над собой, решительности, оптимизма, умения налаживать контакт с людьми. Если я постоянно говорю педагогам, что вы должны повышать свой профессиональный уровень, и буду сидеть на месте, то, наверное, слова так и улетят в пустое место. А если я участвую, то и педагоги, глядя на меня, я думаю, будут принимать активное участие в общественной жизни детского сада. Без творчества и поиска новых идей не может быть талантливого педагога. А если успешен педагог, успехов добиваются и дети. Да и родители спешат отдать своего ребенка именно к такому специалисту. По словам организаторов конкурса, грант мэра города теперь будет присуждаться ежегодно. Рисование. Потому что больше всего умею рисовать, наверное. Математику. Очень любила в школе математику. И преподавала даже немножко, когда училась. Физику, наверное. Потому что я занимаюсь техникой немножко. Я очень любил историю. У нас был прекрасный преподаватель, который запомнился на всю оставшуюся жизнь. Физкультуру, конечно. Почему? Ну, потому что я по школе, если вспоминаю, то физкультура – это был любимый урок. Я бы урок, наверное, математики выбрала. Почему? Ну, сама люблю. И у меня дети всегда любили урок математики. Я бы, наверное, провел урок труда. Почему? Не знаю. Потому что полезно. Можно учить детей чему-то полезному, что им непосредственно пригодилось бы в жизни. Я бы, наверное, выбрала урок, где ребята могли бы узнать о своей родине, о малой родине, где они родились. Математику. Почему? Ну, как, я уважаю этот предмет, люблю. В школе учился хорошо, отлично на этом. Я бы выбрала английский язык, потому что я преподаватель английского языка. И учитель, и воспитатель, и психолог, и дипломат – все эти качества должен уметь совмещать именно классный руководитель. Правда, чтобы стать по-настоящему классным-классным, нужно не только много сил и времени, но и знаний. Чтобы привлечь внимание общественности к профессии учителя и стимулировать самих педагогов, во всех муниципальных образованиях Мариэл стартовал ежегодный конкурс «Классный-классный». За звание лучшего классного Ишкаралы будут бороться 25 педагогов. «Классные актеры, певцы и танцоры, отличники, шутники, красавцы, игровики». Ну что, вы готовы провести сегодня совет командиров? Знания знаниями, а без воспитательной работы не обойтись, считает Наталья Миронова. В начальной школе она преподает уже более 20 лет. Говорит, еще в детстве решила, кем станет. По словам Натальи, только совершенствуясь самому, можно достичь и высоких учебных результатов, и завоевать доверие и любовь своих учеников. В этом учебном году она стала дебютантом профессионального конкурса «Самый классный-классный». Воспитательная работа любого классного руководителя, неважно в каком звене он работает, в начальной школе или в старшем звене, труд вообще очень напряженный и требующий большого вложения и физических, и моральных, душевных сил. Это непрестанный труд. Порой даже ночью просыпаешься с мыслями о том, как помочь этому ребенку, как выйти из этой ситуации. Это мудрое терпение, это большая любовь, конечно, и к детям, и к своей работе. Красный, зеленый, желтый. Молодцы, ребята, на желтый нельзя переходить. А правила дорожного движения в игре. Этим ребятам не больше 13 лет, но они уже считают себя взрослыми и успешными, ведь помогают младшим. Правда, без правильной организации и руководства здесь не обойтись. Наталья Вахонина учит детей музыки. Она – классный руководитель шестого класса. По ее словам, именно ее дети – самые лучшие. Так что быть классным руководителем хоть и нелегко, но интересно. Быть с детьми – это очень интересно. И дети уже в старших классах, они более самостоятельные, нежели в начальной школе. Конечно, те дела, которые мы проводим вместе, они сплачивают коллектив. И, естественно, им интересно узнавать меня, мне интересно познавать их. И вот этот вот интерес поддерживает друг друга. Я никогда не участвовала в профессиональных конкурсах, и для меня это тоже определенный опыт в работе. Хочется попробовать свои силы. По мнению педагогов, быть классным непросто. Работа с родителями, которые, по их мнению, зачастую излишне требовательны к учителям, контроль за успеваемостью и посещаемостью, оформление документации, внеклассная работа, получая за классное руководство чуть больше тысячи рублей, иногда проще просто быть учителем-предметником. Тем не менее, от классного руководителя зависит очень многое. Функции классного руководителя огромны. Выделяется определенное количество часов на внеклассную деятельность, именно на воспитание детей. И вот почему фигура классного руководителя главная в школе. Время идет, и школа изменяется. Соответственно, требования возросли. Каждый педагог это знает и ощущает. И финансовая поддержка есть определенная. Конкурс «Самый классный классный» в республике проводится уже шестой год подряд. И, как отмечают организаторы, с каждым годом уровень подготовки учителей становится все выше. В Ешкар-Але, например, бороться за звание лучшего будут 25 педагогов. Победителями станут только 9. Кстати, принять участие в конкурсе, по сути, может любой классный руководитель с 1 по 11 класс. Со стажем работы не менее трех лет. Что же касается учителей 19-й школы, победят они в конкурсе или нет, неважно. Главное, пока есть столь активные педагоги, которые не только учат, но и сами постоянно совершенствуются за своих детей, их знания и воспитание, мы, родители, можем быть спокойны. Как сократить расходы личного бюджета в части оплаты услуг ЖКХ? Получить от государства компенсацию. В Минсоцзащиты республики напоминают, что многие жители Мариел могут стать получателями этой социальной выплаты. Для этого необходимо подсчитать, насколько изменилась сумма платежа за все коммунальные услуги по вашему адресу. Если с 1 июля рост ваших расходов на ЖКХ увеличился более чем на 10%, то можно обратиться за компенсацию в органы социальной защиты населения и труда по месту жительства. При этом обращаться с заявлением о предоставлении компенсации можно как ежемесячно, так и один раз за весь текущий год. Главное, успеть подать заявление до 1 апреля 2013 года. Для получения компенсации необходимо собрать несколько документов. Более подробную информацию об этом можно получить в отделах соцзащиты. Напомню, что в прошлом году получателями компенсации за услуги ЖКХ стали более 8 тысяч человек. Расходы республиканского бюджета на ее предоставление составили около 4 миллионов рублей. Ежкаролинцы тратят на продукты больше, чем жители других районов республики. А дешевле всего набор основных товаров стоит в Грандамарийском районе. Таковы данные мониторинга на социально значимые продовольственные товары. Проводимые в Аминэкономике республики. По данным статистики, по итогам сентября в регионе немного подорожали мука, вермишель, крупы. Но снизились цены на сахар и овощи. В целом, уровень цен на многие продукты в Мариел остается одним из самых низких при Волжском федеральном округе. Волжане чемпионы. Второй по величине город-республики не только хоккейный центр региона, но и футбольный. По крайней мере, местного значения. Ведь волжские футболисты в этом сезоне завоевали максимум того, что возможно. Все подробности в нашем сюжете. Так сложилось, что волей составителей календаря чемпионата Мариел по футболу сильнейший определялся в последней игре сезона в очной встрече. Практически золотой матч. Ведь что волжане, что ежкаролинские нефтяники к заключительному туру подошли в равенстве в очках. И теми другим нужна была только победа. Но бескомпромиссной игры на стадионе Волжске не получилось. В этой встрече сильнее, интереснее, убедительнее смотрелись хозяева. Стабильный состав, более молодые футболисты. Вот залог успеха волжского коллектива. Уже в первом тайме они заколотили два мяча ворота ежкаролинцев, предопределив успех. Третий гол был забит с пенальти во втором отрезке встречи. Вдвоем! Вдвоем! Футболисты ежкаролинского МНПЗ Маргу максимум, что смогли в этой игре, так забить гол престижа. В итоге победа футбольного клуба Волжск со счетом 3-1. К уже завоеванным трофеям, Суперкубку Республики и Кубку Мариел, золото чемпионата. Волжане в этом сезоне выиграли все, что возможно. Наверное, игра нам удалась в первом тайме. Наверное, по настрою, по желанию наша команда сегодня выглядела немножко получше, чем команда соперника. Я считаю, что самодача игроков сегодня, как никогда, наверное, это самая лучшая их игра сезона. И действительно, они подтвердили, что они действительно достойны чемпионства Республики Мариел. А вот достойна ли Волжская дружина перейти на новый уровень? Например, поиграть в третьей лиге первенства России. Это там, где еще весной играл ежкаролинский «Спартак». Кстати, в интернете по этому поводу не так давно велись активные дискуссии. Но, как оказалось, слухи были не более чем мутко. У нас пока нет такого профессионального футбола, потому что мы, на самом деле, играем любители. У нас 70% команды работают на заводах. И даже иногда получается, что мы на тренировках не можем полностью собрать состав, чтобы потренироваться. А так вот, наверное, нам будет сложновато. Итак, обладатель золота уже известен. Вопрос по второму-третьему месту решится в эти выходные. Серебро может достаться ежкаролинскому «РМТ» в случае победы в перенесенном матче. Тогда нефтяники станут третьими. Если же радиомеханики не победят, то они останутся на третьем месте. Серебро достанется МНПЗ «Марго». Что же касается планов, то, как известно, футбольный сезон в Мариелл круглогодичен. В ноябре и декабре мини-футбольный чемпионат. В декабре с образованием устойчивого снежного покрова стартует зимний чемпионат. Что, где, когда. О событиях с электронных полос и печатных изданий в еженедельном обзоре прессы. В студии Екатерина Роман. Здравствуйте. Ешкин кот, Грэйс Келли и такая необычная республика Мариелл. На интернет-портале Реатуризм статья о Ишкарале, как пишет автор о республике маленькой, но гордой. Здесь исторические ссылки и описание того, что для нас уже стало обыденностью, но поражает приезжих людей. К примеру, Ешкин кот, монумент в память о князе Аболенском Ноготкове и так далее. Кстати, строящийся кукольный театр на Патриаршей площади, по словам автора статьи, наверняка может претендовать на место в Книге рекордов Гиннеса в номинации «Самый большой на земле кукольный театр». Вот только в статье явно есть упущение, которое искажает действительность. Кокшага с легкой руки автора статьи была переименована в Кокшегу. Славим имя города не только культурными достижениями, но и спортом. 36-й международный космический марафон, который проходил в подмосковном Королеве, принес золото спортсменке из Ешкар-Алын. Елена Марсова победила на главной марафонской дистанции в женском зачете. Среди мужчин призером стал спортсмен из Ярославской области, сообщает РИА Новости. В марафоне приняли участие почти 3000 спортсменов из стран дальнего и ближнего зарубежья. На последней сессии городского собрания было утверждено новое положение о звании почетных гражданин Ешкар-Алын, сообщает еженедельник «Ваш новый день». Старое положение, которое было принято еще в 1999 году, устарело. За эти годы изменились аббревиатуры, формулировки, да инфляция съела те льготы, которыми наградили уважаемых граждан. Теперь при присвоении этого звания будут выдавать единовременно вознаграждение в размере 25 тысяч рублей, а ежемесячно 770 рублей, как компенсацию за проезд на городском транспорте, пользование телефоном и оплату коммунальных услуг. Предполагается индексация, если изменятся цены и тарифы на услуги. На данный момент в Ешкар-Але всего 13 почетных граждан. Не ждать у моря погоды, а действовать самостоятельно. Горноморийцы совершили мокрую революцию, упразднили районный водоканал, а обеспечение людей водой поручили сельским поселениям. С одной стороны, это требование закона, поясняет глава администрации, ведь водоснабжение является полномочием сельских поселений. Да и здравый смысл подсказывал это решение, ведь профилактика сетей велась через пень-колоду. Водоканал не доходил до каждого человека, население воспринимало его как чужака, поэтому не считалось большим грехом красть водицу, не платить за нее. Сейчас же воровать стали меньше, да и ремонт по первому звонку. Собираемость платежей пошла в рост. Сегодня она на уровне 90%. Об этом на 11-й полосе «Морийской правды». Казмодемьянский флаг и «Морийская землица» на борту легендарного парусника Седов вместе с российскими моряками достигли самой заветной опасной точки каждой кругосветной экспедиции – мыса Горн. Это место встречи двух величайших океанов планеты. Оно породило множество легенд о катастрофах и чудесных спасениях. Оно стало культовым для моряков всего мира. Казмодемьянский флаг и мешочек с «Морийской землицей» были переданы по инициативе юных моряков 20 мая в день выхода парусника в кругосветное плавание капитану судна Николаю Зорченко. Вместе с экипажем частичка «Мориэл» уже побывала в Финляндии, Германии, Швеции, Норвегии, Франции, Марокко, Бразилии, Уругвайе. Кургосветка посвящена 1150-летию образования российского государства. Главная задача – пронести флаг страны через океаны и континенты, познакомить жителей разных стран с нашими традициями и культурой. Из кругосветного плавания «Баркседо» планирует вернуться 20 июля 2013 года в юбилейный для Казмодемьянска год. Волжскому городу исполнится 430 лет. Лесные тропы в Куяре стали гоночными трассами. Об этом на 26-й полосе МК «Мориэл». Ишкарлинский клуб любителей езды на велосипеде в очередной раз организовали кросс-кантри, где среди профессионалов и любителей определяли лучших гонщиков на горных велосипедах. Причем участвовали не только спортсмены из Мориэл, но и из Чувашии и Татарстана. Для каждой категории участников была разработана своя трасса. Спуски, затяжные подъемы, скоростные участки. Для гонщиков профи протяженность пути составляла 24 километра, для любителей около 15. Но это все детали, говорят участники. Подобные состязания не ради победы. Велоспорт – неотъемлемая часть каждого дня жизни. К примеру, победитель турнира Константин Зиновьев каждый день проезжает не менее 100 километров, добираясь на работу из Волжска в Казань и обратно в любое время года. Это был еженедельный обзор прессы и только проверенная информация. Будьте в курсе всех событий. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин